Привет, друзья! Если вы помните, был такой фильм «Зеркало» Андрея Тарковского. И начиналось с того, что Юлечка Некрасова говорила «Я могу!» Она лечила тогда вот заикащихся. «Я могу говорить!» Вот Юлечка Некрасова, которая была ещё и автором книжки «Лечение творчеством», когда она у меня училась на школе в Москве, проводил то ли пятую, то ли шестую школу по саморегуляции. Мы с ней очень дружили, и она потом использовала ключ для того, чтобы обучать заикающихся. Слушайте, идея заключалась в том, что была такая теория в своё время, что речевой сигнал, когда он идёт по двум половинам мозга, если в каком-то месте, в какой-то половине застревает, пока дойдёт, чтобы они соединились в целостность, заика как раз-таки повторяет эти слоги. То есть идёт механизм компенсации с помощью вот этого некого повторяемого события для образования целостности. Так вот, дело в том, что эта теория про заикание, на самом деле, она может быть распространена вообще на всякую несогласованность между процессами психическими и физиологическими на разных уровнях, которая обеспечивается повторяемым событием. Ну, например, когда человек нервничает, думая о чём-то, у него в определённом ритме происходит хождение туда-сюда по комнате. Ну, это всё же, что заикается. Вот он ходит туда-сюда по комнате, и у него поэтому происходит согласование. То есть это механизм компенсации для образования целостности. И поэтому заики, например, когда они дирижируют, дирижируют себе, то есть создавая некий ритм для согласования вот этих сигналов в правой половине и левой половине, чтобы два и половины мозга как бы взаимодействовали синергично, помогали ему думать, о чём он думается и легко говорить. Ну, он дирижирует себя, а вообще заики, когда поют, они не заикаются. Ну, вот в этом же весь и фокус. Почему человек, когда нервничает, качает ногой, постукивает пальцами, почему чётки пошли, почему пошли повторения мантров, махматров. Ну, это, короче говоря, вот это всё происходит из-за устройства работы мозга нашего. А наш мозг работает по законам природы, природы. И поэтому люди придумали, как снимать стресс. Стресс – это противоречие, это конфликт, то есть нет согласованности. А когда он в стрессе находится, у него смятение ума, то есть у него шквал, у него шторм, у него боль душевная или из-за физической боли, а вот он вызывает у себя дирижированием, повторением, раскачиванием на стуле, по формуле волна ключевая раскачивается, стонет, держится руками за голову, плачет, выплакивается, вспоминая счастливый момент жизни. И когда он вспоминает счастливый момент жизни, он провоцирует сразу слёзы. И когда он выплачивается, вот это механизм, по существу, проработки детских психотравм. И он выравнивается, он выходит на целостность, а когда человек в целостности, а это здоровье, когда человек в целостности, он и картину мира целую может представить. Потому что иначе он всё время видит узко, как говорится, зашоренно, фрагментарно, а когда выходит за себя, над собой, а это в математике теорема Гёделя, что невозможно решить задачу, не выйдя за её пределы. Ну это же всё взаимосвязано, видите, теорема Гёделя, тут фильм «Зеркало» Тарковского, тут Юлечка «Лечение творчеством», моя ученица любимая. Жалко, её нет уже давно. Да, её книжка у меня лежит. Да, очень интересно, всё взаимосвязано, друзья, и поэтому, если вы себе помогаете, чтобы вам было легче думать, чтобы избавиться от каких-то психотравм, чтобы выйти на состояние над самим собой, где вы можете почувствовать себя, я есть, как Юлечка в фильме «Зеркало», «Я могу», «Я могу», вот что человеку важно что, что он может. Представьте себе человека, который ничего не может. Но кому он нужен? Не себе он не нужен, а никому другому. «Я могу», вот это вот «Я могу» у детей, маленький ребёночек, он «Я сам», «Я могу». И поэтому родители не всегда понимают, потому что ребёночек, он любопытный, любознательный, задаёт миллион вопросов. Родителям иногда некогда, они «Да, отстань ты», ну, просто отмахиваются, и он остаётся в неотвеченном состоянии, и поэтому у него напряжение растёт, потому что он хочет чувствовать, что он есть. Вот это «Я есть», люди взрослые, например, чтобы почувствовать, что он есть. Но он иногда вот так водки напьётся, «Я, я, я могу», «Пьяному море по колено», потому что он выходит за рамки своих вот этих вот психотравм, всех вот этих вот ограничений, вот этого страха, который постоянно его преследует. Вы знаете, что люди очень часто испытывают страх, даже не замечая этого, потому что это бессознательные такие установки, выйти за какие-то пределы. Это всё очень интересно, я вам потом расскажу, как это делается, как вообще вот, как вообще почувствовать себя «Я есть» не за счёт того, что вы выпили водки, а за счёт того, включили внутренние эндорфины, эндорфины, заменителем которого является алкоголь. Эндорфины. Поэтому, когда вы верите больше лекарству, чем методу ключа, чем подбору действительно действий, синхронных к текущему состоянию, которые снимают стресс автоматически, потому что это кибернетика стресса, это приёмы нейрокибернетики. Хочешь веришь в это, хочешь не веришь, но если ты их делаешь, у тебя стресс снимается автоматически, и гора с плечи, тебе становится легче. Так вот, там включаются эндорфины. Есть люди, которые не занимаются вот этим, не занимаются ключом, потому что для них лекарство понятнее. Потому что там, во-первых, вещество, вещество, и потом там короткий путь между усилием и результатом. Выпил, и сразу эффект. А тут ключ, тут надо подбирать действия синхронно твоему состоянию, то есть по существу, чтобы ты вышел на это состояние, я есть ему, чтобы у тебя страх снялся. Ну, тут некоторое время надо потренироваться, там несколько занятий по подбору действий, которые тебе абсолютно подходят. Именно тебе подходят, именно твои действия, потому что, когда ты находишь действия, соответствующие твоему текущему состоянию, тогда и гора с плечи, тебе становится легче. Ну, так вот, самое главное у нас в методе ключа, это подбор, а не повторение какого-то шаблона. Там, делай вот так вот, или делай вот так вот, нет, это подбор. Но самое главное, что я заметил, чтобы дух идеи передать, надо всё-таки дорасти до этого. Надо понять смысл ключа, потому что очень много людей, которые другим передают, которые у меня подготовку не проходили, да, они просто берут и показывают другим людям, вот хлёст, например, там в это время вектор внимания на решение вопросов, а не на то, как надо правильно делать. И запутывают людей, и вводят из самого совершенного метода в мире, когда человек сам может испытывать состояние «я есть», «я могу», «я могу решить все проблемы», и на самом деле их решают лучше, чем раньше. А он превращает это вот неправильным донесением духа идеи в силу своего понимания. Вылучивая этот дух идеи, доносит, как механическую гимнастику. Ну, вы понимаете, что происходит. То же самое и религии происходят. Например, Христос сказал там, «Любе ближнего», до сих пор вот войны происходят, или там Магомед говорил, «Джахад» — это борьба с собой, со своими недугами, недостатками, а не борьба с кем-то. Ну, это же, вы видите, вот это вот все по-разному. В зависимости от мира, уровня развития, человек так доносит другим. Неправильно. Это все равно, что я буду петь песню, которую я услышал там, допустим, мне очень понравилось, и я вам рассказываю об этой прекрасной песне, пытаюсь ее вам пропеть. Ну, все-таки тот, который певец пел, уже пел по-настоящему, а я пародию делаю. То же самое я смотрю, доносили до нас о Гуджиеве. Ну, я смотрел одну девочку, которая про Гуджиева рассказывала, ну, очень хорошая девочка, она мне понравилась, умненькая такая, но она суть-то не донесла, а вот какие-то отдельные фрагменты донесла, и получилось в ее исполнении понимание от Гуджиеве, ну, такое немножко узковатое вообще-то, но девочка хорошая, я думаю, у нее все получится. Да, и то же самое доносят, когда какие-то теории, марксизм нам доносили, не совсем правильно, а у меня профессор по марксизму в завкафедре была, когда она вышла с помощью приемов идеорефлекторных на состояние безмятежности и состояние шторма мыслей, на эту внутреннюю согласованность, на эту синергичность работы двух половин мозга, она сказала, вот же, о чем Марс говорила, я ей говорю, о чем Марс говорил, я-то не читал этот капитал, как и многие, она, завкафедра была, она говорит, он же говорил для обретения личного времени, то есть, когда человек выходит из шторма мыслей, из суеты мыслей, безмятежность, там появляется время, а какой человек может быть разумный, хомо саппенс, человек разумный в переводе, какой он может быть разумный, если у него нет времени для осмысления, для мышления, если он все время затюканный, если он все время там, либо под невольным трудом работает на кого-то, либо все время в суете, задействован, за ЖКХ надо платить и так далее, где у него время, вот это вот, а вот ключ помогает тебе выйти на это состояние безвремения, безмятежности, бесконечности, и обдумывать там свои вопросы и находить решения, вот, говорит, о чем Марс говорил, что все революции происходят для того, чтобы освободить человеку личное время, а люди все, говорят, зациклились на этой экономике и так далее, но без этого невозможно, конечно, экономика, без экономики невозможно, поэтому все зависит от того, кто как это понимает, кто как это передает, вот развалили СССР, ну, я вам скажу, этот человек, который с Лильциным дружил, был у него госсекретарь или как-то, вот и звали, я с ним познакомился в школе вызывания, у Виталика Сундакова, потом мы с ним дружили, он хотел мне сделать институт, но я отказался, потому что, ну, фамилию вы можете вспомнить сейчас, если не вспомнить, я скажу, короче говоря, он меня пригласил потом, русское видео там взорвалось, я ездил с ним в Ленинград, и там я готовил их к операциям, один в ванне лежал вообще без кожи, весь обгорелый, в ванне лежал, потому что ему так больно было, а остальных я готовил к операции с помощью приемов ключа, но потом мы с ним ехали же, в Ленинград мы с ним в машине ехали, потом назад мы ехали с ним в машине, да, и он мне потом мы несколько раз разговаривали, мы с ним дружили, и он мне сказал, как они правильно сделали, что они так вот разъединили СССР на части, ну, а он как-то мне объяснял это все, вы понимаете, ну, вот такие дела вот происходят интересные, он был убежден, он был убежден, что он прав, он так видел вещи, и сейчас многие люди так видят вещи, некоторые люди видят по-другому, так вот, для того, чтобы правильно видеть вещи, надо мыслить не фрагментарно, а мыслить целостно, чтобы видеть целостную картину мира, надо быть целостным, надо, чтобы было все согласовано, поэтому этот луч помогает нам выйти на состояние безмятежности и займить это время, подумать о том и о всем, что мы, собственно говоря, каждый из нас и так инстинктивно делаем, мы только не могли понимать, как это важно, потому что вот это состояние сокровенное, состояние безмятежное, состояние нормальное, мы не ценили, мы не ценили и не знали, как легко это получать можно осознанно, тогда оно уже может быть использовано вплоть до создания шедевров, изобретений, восстановления нормальных человеческих отношений, как с самим собой, так и с людьми. До встречи, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok